Друзья, мы снова в эфире. После включения Екатерины Гринаш и небольшой рекламы мы вернулись в нашу студию, которая находится здесь на Белой Ярмарке. И у нас очередной гость, его зовут Алексей Башинский, человек, который является директором арт-цеха Printmaker. И наша встреча с Алексеем обусловлена тем, что, я не знаю, все заметили или нет, но мы точно заметили, что такие, не сказать, что незначительные, но маленькие компании вдруг внезапно вышли в свет и уже не то чтобы там наступают на пятки крупным игрокам вашего вот этого рынка, производства всего из всего практически, они забирают под себя огромные проекты, они делают гигантские объемы вещей, при этом используя не такой большой и человеческие ресурсы, финансовые и так далее. Один только вопрос. Как сегодня в наше смутное, как многие говорят, тяжелое, кризисное время, имея небольшой бюджет в кармане, вот из гаражного производства, ну, по сути, так, наверное, все и начиналось, да, перерасти вот в такую мощную структуру, которая просто может делать все и вся? Ну, на самом деле, все благодаря труду, только труд, наверное, здесь... Сила и труд, все перетрут? Да. Ну, включаем голову, пользуемся материалами, которые есть у нас на рынке, используем свои технологии, используем свои нового. По образованию Алексей Башинский? У меня специальность по радиоэлектронике. И сегодня Алексей своими руками, ну, с помощью, естественно, там, дорогостоящего оборудования может вырезать буквы, какие-то объекты, да, из пенопласта, изделия, изделия. Да, на самом деле, оборудование не сильно дорогостоящие, материалы сильно недорогостоящие. То есть, ну, здесь все только вот на чистом опыте, который наработан очень долгим временем. Сколько лет вы на рынке? Официально мы Арцех запустили три года назад, но этим делом в плане дизайна и оформления я занимаюсь уже более 12 лет. Но сейчас в команде кто работает? Какие люди? Какие специалисты? Дизайнер, менеджер, я сам практически тоже всем занимаюсь. Ребята, которые изготавливают. А это важно, чтобы директор, ну, вот такой мастерской был не в том плане директор, который сидит за столом, значит, кверху пузом и говорит, значит, ты иди сюда, а ты вот возьми вот это и принеси туда. То есть, это человек, который участвует в процессе постоянно. Я такой директор, который приезжает на работу в 6 утра и выезжает оттуда где-то часов в 9. Утро? Да нет, ну, уже вечер. И я участвую во всех процессах. Сложно было вначале, руки опускались когда-нибудь? Ну, когда уже, господи, ну, ничего не получается. Слушайте, давайте, может быть, шаурму откроем. Нет, если ничего не получается, лучше опустить это, там, отдохнуть несколько дней, это спаться, потом, если слишком нужно, приняться обратно за проект. Если он не нужен и никто никак не может его сделать, то лучше тогда заниматься чем-то другим. А сегодня есть чем гордиться вашей, можно сказать, компанией или вашему цеху? Да, на нашем цеху гордиться я просто горжусь своими людьми, горжусь своим портфолио, портфолио. Вот портфолио, да. Где можно, я не знаю, вот, идя по городу, например, увидеть вашу работу? Чтобы люди, которые нас сейчас смотрят, понимали, вы, например, можете сделать вывески. Да, конечно. Вы делаете фигуры различные, вот, опять же, из всего чего угодно. Да, декорации на различные мероприятия городские, на те же самые вывески, правильно сказали. Белая ярмарка. Белая наша ярмарка, да, там пингвин стоит. Зеркальный, который... Зеркальный пингвин, это вы делали, да? Почему он не крутится? Ну, видимо, он уже этот ресурс. Спасибо нашим морозам, спасибо вашим детям. Ну, то есть, изначально... Это все всегда у нас в плане эксперимента. То есть, очень мало работ мы делаем одинаковые. Поэтому пингвин, он эксклюзивен. Потому что мы там совместили такие материалы, как там зеркальный пластик, тот же пенопласт. То есть, это не стекло? Нет, это пластик. Ну, если бы было стекло, мне, наверное, уже бы подали бы на меня какой-нибудь. Потому что, ну, видели, да, там пингвин? Да, да, да. Поддербанился немножечко. Ну, его гладят. Его гладят, да. На это, в принципе, был расчет, что он жив до конца не останется. Я уверен, что у нас в городе очень много людей, которые, скажем так, ну, ходят на работу, как и вы, да, но при всем при этом пользуются таким понятием, работая на дядю. То есть, они работают на кого-то, а в голове есть мысль о том, что вот бы классно сейчас с моими друзьями мы бы в гараже, в батином поставили что-нибудь там и начали строгать. Вот три простых совета, коротко, буквально там в 40 секунд, начинающим, тем, кто вам будет потом наступать на пятки. Главное заниматься своим делом. Ну, то есть, у меня как бы из хобби интересовался дизайном и сопутствующие, как все мои производственные процессы, они привели меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. И совет, соответственно, то есть, в наше время при всех интернет- и медиапространствах можно заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги. Поэтому не три совета, будет пускай один, ладно? Хорошо, да, но вот теперь самое главное. Коротко, да или нет, большие или вот такие деньги? Такие. Сейчас он скажет, нам хватает на жизнь. Нет, такие деньги, ну, блин, не знаю, очень сложно судить мне, какие у кого есть большие деньги, у кого есть маленькие. Планов громадею? Планов, да, очень много. Вы перерастете в корпорацию и будете открывать по франшизе свои отделения во всех городах. Несомненно, да. Алексей Башинский, директор арт-цеха «Принтмейкер» был у нас сегодня в гостях. Я должен выразить огромную благодарность и признательность нашим друзьям, главному другу нашей белой ярмарки, золотодобывающей компании «Полюс Красноярск». Именно она поселила на нашей ярмарке Деда Мороза и Снегурочку. Ищите на площади сказочный домик, заходите и загадывайте желания. У меня на сегодня все. В студии был Макс Любимов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok